В России и Азербайджане состоялись мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения горско-еврейского журналиста и поэта Рожбила Захарьяева. На вечерах памяти побывала наша съемочная группа. В Азербайджане Музей горских евреев представил экспозицию, посвященную жизни и творческому пути журналиста и поэта Рожбила Захарьяева. На выставке представлены фотографии, а также личные вещи и публикации, повествующие о его вкладе в развитие культуры и образования в регионе. Труды и достижения заслуженного журналиста нашли отражение в представленных экспонатах, а также в воспоминаниях современников. Отец вырос в лучших традициях еврейского и кавказского воспитания, где дружба, добрососедство и взаимное уважение были особенно ценными качествами. Он был известен тем, что стал первым у нас в Красной Слободе профессиональным журналистом с профильным образованием. Будущий образованным человеком, отец искренне считал, что все народы СССР и Азербайджана в частности должны жить в гармонии и дружбе, взаимно обогащая культуру друг друга. К сожалению, масштабы всего Советского Союза, история развивалась не совсем в том направлении. Но азербайджанская СССР и затем независимый Азербайджан действительно показали и показывают в этом аспекте пример всему миру. Я не раз обращал внимание, что в своих газетных публикациях отец описывал трудовые достижения людей разных национальностей, населяющих нашу родную губу. Мы видим, что и в то время руководство республики проводил курс, направленный на гармонизацию межнациональных отношений. Эта тема настолько важна, и к ней проявляется столь широкий интерес во всем мире, что я решил посвятить и собственной книгу, этнокультурную многообразию Азербайджана. Ее я, в первое, приготовил в 2013 году. Второе, дополненное издание этой работы, которой я имею честь представить сегодня, уважаемой Азербайджан. Так, вот эта книга. Открытие выставки посетили дипломатические представители ряда зарубежных стран, сотрудники центральных и местных органов власти, деятели культуры, коллеги журналистов. Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик отметил значение творчества Рожбила Захарьяева для истории азербайджанской журналистики и литературы. Для меня большая честь присутствовать здесь, на открытии выставки, вместе с моим братом и другом Германом. Сегодня мы можем видеть плоды труда Рожбила Захарьяева. Творческий путь этого человека отражает его стремление к образованию и познаниям, а также уважение и любовь к родине. Он внес значимый вклад в укрепление межнациональных отношений и сохранение еврейских традиций. Председатель религиозной общины горских евреев Баку Мелих Евдаев рассказал о важности силы духа для сохранения принципиальных традиций горских евреев. Сегодня, отмечая короткую, но значимую жизнь Рожбила Захарьяева, мы вновь осознаем, насколько ценны люди, независимо от их возраста. Мудрецы говорят, даже если ты в могиле, ты всегда жив. Рожбиль остается живым в наших сердцах и памяти. Он был человеком, который всегда стоял на стороне истины и справедливости, оставался верен своим друзьям и посвятил свою жизнь служению миру. Пусть душа учителя Рожбила всегда пребудет с нами, вдохновляя нас на добрые дела и поддерживая в трудные моменты. Его жизнь является примером того, как сила духа и преданность принципам могут оставить неизгладимый след в жизни окружающих. Депутат Мили Меджлиса Анатолий Рафаилов в своем слове отметил состоявшийся факт преемственности поколений. Он засверкал, как журналист, но очень быстро погас. Почему? Потому что короткая человеческая жизнь, которую он прожил, всего 39 лет. Но с каждым годом его звезда горит все ярче и ярче. Почему? Потому что все, что он сделал, породил 9 детей. Эти дети выросли, организовав, допустим, в данном случае, я хочу сказать, народным благотворительным центром, который поздравляет наш уважаемый Герман Рашпилович, который делает огромнейшую работу. Это и есть продолжение всего того, что сделал наш журналист Рашпиль Хакайпич. Рашпиль Захарьяев через свои произведения воспел природу губы, ее народ и их обычаи, передавая читателям богатство культурного наследия своего родного края. Его труды и сегодня остаются примером глубокой любви к родине и служат источником гордости для всех азербайджанцев. Ольга Юсуфова, учитель школы Красной Слободы, у которой учились дети Рашпила Захарьяева, отметила важность передачи положительных аспектов характера от родителей к детям. Откуда все это? Все это благородство, это уважение к старшим, это доброжелательность от его родителей. Не только от отца, у него благородная, красивая, очень-очень мудрая мама. Выставка, посвященная 85-летию Рашпила Захарьяева, стала важным событием в культурной жизни Губинского района. Это мероприятие объединило множество людей, среди которых были представители местной администрации, деятели культуры, а также жители города и гости из других регионов. Учащиеся средней школы номер один, поселка Красная Слобода, прочитали стихотворения, автором которых является Рашпиль Захарьяев. Журналист Рашпиль Захарьяев проявил интерес к журналистике еще школьные годы. Он был назначен руководителем отдела сельского хозяйства в редакции газеты «Шафа». Под его руководством значительно возросло разнообразие и качество публикуемых материалов. Его статьи регулярно появлялись не только в «Шафа», но и в советской газете «Бакинский рабочий», издававшейся в Азербайджане. Отметили памятную дату и в Москве. Центральное мероприятие состоялось в объединении горских евреев. В день 85-летия почти память талантливого журналиста и поэта собрались дети и внуки Рашбила Захарьяева, государственные и общественные деятели, уроженцы Красной Слободы, журналисты. От имени семьи гостей поприветствовал младший сын Рашбила Захарьяева, вице-президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Исай Захарьяев. Завтра ты уже забудешь, что у тебя болело сегодня. Не плачь. Так успокаивал меня отец, когда я однажды прощемил палец дверцей машины. Прошло столько лет, но я навсегда запомнил эти слова. Ласковую интонацию отца. Мне было пять лет, когда папа не стало. И потому мало что сохранилось в памяти. Лишь отдельные фрагменты. Вот еще один. Как-то он спешил на работу, а я закапризничал и не отпускал его. Несмотря на мой рев, отец все же ушел из дома. Но через пару минут вернулся и оставался со мной, пока я не успокоился. Отвечая как-то на вопрос, чей ты сын, когда я называл имя своего отца, то сразу замечал, что собеседник воспринимает это с уважением и почтением и относился по-другому. А ведь заслужить такую память у людей совсем непросто. К юбилею члена Союза журналистов СССР и корреспондента газеты «Шафак» медиагруппа «Стмеги» подготовила фильм о жизни и творчестве Рожбила Захарьяева, который был представлен публике. Когда возмущенные педагоги в учительской стали упрекать его, Рожбил ответил. Когда ученики опаздывают на уроки, учителя их наказывают. Почему же тогда они, опаздывая сами, остаются безнаказанными? Это обостренное чувство справедливости журналист пронесет через всю свою жизнь. Также гости мероприятия смогли ознакомиться с выставкой, на которой были представлены фотографии из личного архива семьи Захарьяевых, запечатлевшие исторические моменты жизни и творчества известного писателя и журналиста. Понятно, что это День памяти, как правильно сказали, это тяжелый день, но мы знаем, что день рождения все равно является праздником, даже когда человек уходит с этого мира. Ему сегодня не только бы исполнилось 85 лет, реально ему сегодня 85 лет. Сегодня в раю точно большой праздник. Он передал детям самое главное. Есть родители, которые живут очень долго, но, к сожалению, мы не видим никакого результата у детей. А ценности, которые он передал, мы видим все-все дети, внуки, это что-то невероятное. И они потому, что все, ну не все, но большинство детей сидят здесь, даже нельзя говорить всю правду о них, но даже если говорю половина, как написано, это уже все равно. Реально, дружба между ними, это что-то невероятное. И слава Богу, это продолжается у внуков, у правнуков. Благотворительность, шедрость, мудрость, скромность, все, что есть у этих детей, это что-то невероятное. Реально, я бы хотел, чтобы в Москве были много таких семей. Субтитры создавал DimaTorzok Рожбиль Захарьяев стал первым профессиональным журналистом с профильным образованием в Красной Слободе. Он с отличием окончил школу и курсы журналистики МГУ, а затем в факультет журналистики Азербайджанского государственного университета. Кроме того, Рожбиль был автором многочисленных рассказов и стихотворений. За плодотворную деятельность ему была присуждена почетная грамота Союза журналистов Республики. Мне кажется, что у Рожбиль Захаряева великолепный плод, который он принес. Смотрите, ведь действительно не только дружная семья, я согласен, но семья, которая состоит из очень ярких, творческих, высокоинтеллектуальных людей. Все, ну вот, братья, которые, мои друзья, которые здесь сегодня, некоторых нет. Герман, я так понимаю, сейчас тоже летит, и вот нет, сегодня с нами, но мысленно с нами, естественно. Много сделано и делается и для горско-еврейского народа, и для общины, для языка, сохранения, для культуры. Но главное, что Рожбил Захаряев воспитывал своих детей, воспитывал в них любовь к родине, к стране, к своей. Гордость за страну. Публикации Рожбила Захаряева стали своеобразной летописью истории района, где расположен его родной поселок Красная Слобода. Он создавал свои очерки, вдохновленно описывая будни тружеников села, думах и чаяниях простых людей, проблемах в хозяйстве. В своих стихах и публикациях он воспевал неповторимую красоту губы, в которую влюблялись самые одаренные поэты и художники. Я должен сказать, что вот то лучшее, что есть в нашем народе, сегодня передалось детям Рожбиля Хагаича. И их милосердие, их отношение друг к другу, к людям, простым людям. Ко мне, как к адвокату, очень часто обращаются люди с разными просьбами. Я еще ни разу не услышал, что кто-нибудь плохой сказал о кого-то из братьев. И в свое время, будучи депутатом Государственной Думы, я принимал людей по разным вопросам. И, ну, приходили, говорили, вот мы знаем, как самое большое у нас в Госдуме, в те годы, в третьем созыве, я был единственный горский еврей. И приходили ко мне разные, и хасиды, и даже со всех сторон, какие только представители всех ветвей еврейского народа. Так вот, я хочу сказать, вы действительно высоко несете и гордо высоко это знамя именно вот этого человека, Худур Ахмед Сахура. А вам всем здоровья, благополучия, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки шли дорогой Торы, любили страну, в которой они живут, свою семью. Ахмед Сахура. Рожбиль Захарьяев, несмотря на свою такую короткую жизнь, сумел передать своим детям основную характерную черту воспитания. Не только преподавать уроки, которые дали мама и папа своим детям и внукам, но и своему окружению. Он нам, наверное, ввел вот эту вот, ввел вот эту доброту, то, что он успел сделать за свои неполных 39 лет, не каждому, можно сказать, не каждому под силу. Люди сейчас даже свои 40 лет не могут, свои 40-45 не могут определиться вообще, что они за люди, куда они двигаются, что двигаются. К этим годам иметь, как бы, столько детей. Мы стараемся чтить эту память и стараемся его, как бы, его, то, что он нам дал, вот это передать уже нашим детям, нашим внукам и дальше, как бы, всему нашему окружению. Спасибо, конечно, нашей маме, которая потом это все нам, все уже в осознанной жизни нашей, да, как все она нам передала. Она, в принципе, заменила нам и мать, и отца. Сегодня было в честь моего дедушки сказано очень много слов, очень много положительных слов, и это, как бы, заставляет меня гордиться им, вот, так что, потому что я вижу это на себе, да, какое он передал воспитание моим родителям, дядям, тетям, и это все потом передается дальше и дальше. Вот, поэтому спасибо ему за все. Дай Бог здоровья всем старшим. Рожбиль Захаряев, богатство Родины творим. Нежно-белым пламенем расцвели сады, Как невесты яблони встали у воды. Дружная пшеница к солнцу поднялась И зеленым ситцем в поле разлеглась. Тракторара кочет каждое свое, Сердце молвить хочет, все это мое. Сердце, не стесняйся, сердце говори, Это мы богатство Родины творим. Бродим пастухами на подъем легки, Зажигаем сами наши маяки, Чтобы больше шерсти, больше молока. Бейся, бейся, не слабей рука. АПЛОДИСМЕНТЫ